Все ты уже не дико А как шипело, а как шипело Глаза слипшиеся вообще Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков И сегодняшняя история про котенка по имени Блэки Ну или как мы его потом называли, Нафаня Мне кажется, что Нафаня ему больше подходит Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте Меня иногда спрашивают, как я нахожу зверят на дорогах Одни мои знакомые рассказали, что довольно-таки долгое время проводят за рулем Но ни разу не встретили ни одного бездомного на дороге На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос Я думаю, что мне просто везет Может быть, я немного более внимательный на дороге, чем другие Когда я за рулем, я стараюсь следить за дорогой Стараюсь немного отдохнуть и всегда думаю Мне очень хорошо думается в дороге Пока я сейчас вам это рассказывал, вы видели участок дороги Который был записан на камеру видеорегистратора в машине Может быть, вы заметили что-нибудь необычное? Давайте посмотрим этот небольшой кусочек видео еще раз И постараемся быть максимально внимательными к разным мелким деталям Если вы заметили что-то необычное, молодцы, очень хорошо Но если нет, не переживайте, ничего страшного Давайте попробуем разобраться вместе После перекрестка с правой стороны есть автобусная остановка На остановке стоит молодая девушка и ждет автобуса Она стоит спиной к дороге Обычно, когда ждут автобуса, стоят наоборот, лицом к дороге Но тут девчонка стояла спиной к дороге и смотрела куда-то вниз, как бы за остановку Я не сразу сообразил и проехал мимо Не всегда ты реагируешь сразу У меня взяло несколько минут, чтобы проанализировать, что что-то не так в том, что я увидел Главный вопрос, который возник у меня в голове Это почему она стояла спиной к дороге и на что она смотрела Конечно, она могла смотреть на что угодно Это только были мои предположения, что за остановкой кто-то был В общем, я решил вернуться и проверить В большинстве таких случаев мои возвращения обратно, это так сказать, просто показалось И это нормально, ничего страшного Я просто проеду лишний круг и со спокойным сердцем поеду дальше по своим делам Но на сто таких показалось всегда есть один случай, ради которого на самом деле стоило возвращаться В этот раз это и был такой случай Я не зря вернулся обратно На остановке сидел маленький черный котенок Он ходил за девушкой и плакал Он казался мне очень ручным Я надел перчатки, взял несколько вкусняшек и вышел из машины Я был уверен на сто процентов, что я просто подойду, возьму его на руки и отнесу в машину Но как только я вышел из машины и стал подходить к нему Он очень быстро побежал за остановку в сторону деревьев и спрятался в колючие кусты Я вернулся в машину и взял полотенце Включил на телефоне запись плача маленьких котят и подошел к кустам Иногда малыши выходят на плач котят Но в этот раз это не сработало В кустах сидел маленький черный котенок Глаза были сильно заражены инфекцией Глаз вообще не было видно Когда я увидел его с близкого расстояния Я подумал, что это очень плохо выглядит Это на самом деле выглядело очень плохо Если котенок с рождения с таким воспалением С закрытыми глазами Потом не всегда удается спасти глаза Глаза просто не развиваются Иногда их просто нет под таким воспалением Я видел его, он сидел внутри колючего кустарника Я пытался выменить котенка на еду и схватить Но он очень ловко залез еще глубже в кусты На обочине стояли деревья Кустарник окутывал деревья, создавая очень плотную непролазную стену Которая шла вдоль трассы примерно метров сорок Может даже больше Для маленького котенка это вообще не проблема Он спокойно мог спрятаться в глубине кустарника Но для меня пролезть вовнутрь Это было просто невыполнимой задачей В такой ситуации поймать котенка Можно только заманив его в клетку ловушку или переноску Я был рад, что малыш хоть и немного, но видит меня Хотя бы одним глазиком Это означает, что еще не все потеряно Нужно было вытаскивать котенка из этого очень опасного места И срочно лечить ему глаза Я еще раз хочу напомнить, не переживайте Эта история закончилась хорошо В тот день у меня не было с собой переноски Но эти места не очень далеко от моего дома В общем, я возвращаюсь домой Я оставил малышу еду в кустах В надежде, что он поест и не будет выходить из кустов на остановку Но, во всяком случае, до того момента, пока я не вернусь обратно Я возвращаюсь домой По дороге я позвонил Вике Попросил, чтобы она приготовила переноску, еду И спускалась ко мне вниз Чтобы не терять время Нужно было как можно скорее вернуться Скоростная трасса – это не самое лучшее место для почти слепого котенка Я очень переживал, чтобы с ним ничего не случилось За то время, пока я ездил за переноской Когда мы подъехали к автобусной остановке Малыш не лежал под скамейкой в углу Мне показалось, что он уснул Никогда не забуду эту картину Маленький больной котенок на остановке Мимо него проезжают сотни машин, проходят люди Но никому нет дела до маленького, почти слепого котенка Который спит на автобусной остановке Это очень грустно на самом деле Что человек просто идет мимо, не замечая чужой боли и страдания Малыш не может быть Ох ты Подписывай, может быть я стихо-ребно Откуда все и схвачивай, но сзади Сзади где ты? Да, сзади Сгадайте, пожалуйста Покажи, пожалуйста Покажи, пожалуйста Покажи, пожалуйста Это же это Сестра, наверное, я на себя А куда мне? Покажи мне Ты взял переноску? Да Переноску Надо, чтобы машины поехали, был шум, я тогда его поймаю Еще подожди светофора, хорошо? Угу Я вышел из машины, взял полотенце и осторожно подошел к остановке с обратной стороны Котенок лежал под скамейкой и рядом с ним с двух сторон сквозные ниши Я подумал, что попробую его поймать, просунув руки с двух сторон под остановку Там было достаточно места, чтобы вытащить котенка на другую сторону Котенок сидел ближе к левой моей стороне Ловить левой рукой не очень удобно Особенно если учитывать тот факт, что ловить придется почти на ощупь Котенок из последних сил пытался вырваться Он кричал и кусался Я завернул его в полотенце и понес в машину Это жуть Боже, какой жуть Достань переноску Достань переноску Переворачиваем Торчком Я так его оставлю вертикально, чтобы он не вылезал Все так, да быстро Ну быстро Ну быстро Ну он зарылся, да, он бриться Ну хорошо, зарылся, сейчас мы его помоем Ты видела? Голоса Голоса За это самое Чтобы были дырки Ты прям этот самый ловец хатулин Это кроме рассказа Пристегнись Это кроме дырки Не, ну, во-первых, он спал Во-вторых, у него под остановкой дырки такие были Можно было с двух сторон рука бел Он просто спал, он не успел попомниться Повезло А до этого он бегал там от меня Поколол меня в салон Все, все, я думаю, я замолчал еще Ну дикареныш Сейчас купать надо в перчатках будет Может просто подождать какое-то время? Ну подождать, покормить, да, я думаю Смакоится Ну да Глоса, конечно, пипец на гною столько Может даже не обойдешься этой с интермициновой базе Ну давай Ну биседр Надо сначала отмыть, посмотреть, что они хоть там есть Я думаю, что здесь, потому что он когда от меня убегал Он видел меня, это точно Потому что он обычно, когда он не видел, он голубы ночные То он пытается прислушаться Ну да А то нет, он просто от меня убегал Ну один глаз у него точно был прищурен Не до конца Он весь черный? По-моему, он весь черный А, ты лапочка По-моему, он черный даже какой-то с волосками Ну такие Ну не знаю, поставь что-то Ну не знаю, поставь что-то Я возьму А-а-а Ну нет Ну нет Ну хочешь залез Пусть он тебя и зарзет Не хочу Что-то не гордался Ну много у него сил было Ну что последние силы, которые у него были Я не знаю Ну да 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 что же, наверное, это выпало из бампера Да Откуда он там взялся? Не знаю Замелчал Вот он Глаза вообще не видно Бояка маленький Сейчас все будет хорошо Не бойся Ты трусиха Да Сейчас отмоем на куру Самое главное, чтобы глаза были на месте Дикое кошко Все, ты уже не дико А как шипело, а как шипело Глаза слипшиеся вообще Сейчас отмоем Не волнуйся Я взял его на руки Я хотел проверить глаза Глаза были закрыты коростой Мне кажется, что он с самого рождения так и ходил Бедный ребенок Дома отмоем теплой водичкой и будем лечить Ну, первая нормальная еда, наверное Будет пушистиком Сейчас чуть покормим Отмоем глаза Отмоем ее Намажем мазью глаза Посмотрим, что будет там Надо бандок туровать Бандок туровать И моя девочка Не знаю, почему мне кажется, что это девочка Не знаю, почему мне кажется, что это девочка Блуха стоишь в блохе, в коробке берет Дома мы накормили котенка вкусным паштетом Было видно, что он немного успокоился Он больше не шипел и не ругался Знаете, я смотрел, как он кушает и думал Как он вообще смог выжить на этом месте Малыш, который видел мир одним полуоткрытым глазом Но я знал, что теперь все будет хорошо Все обязательно будет хорошо Сейчас его нужно было покупать Отмыть глазки и повыбирать с него всех паразитов Котенок будет пушистиком Это было видно Но, во всяком случае, хвост у него точно будет пушистым Малыш был целенький, но он был очень худой Просто одни косточки Мы назвали малыша Блэки Да твилатенько этоториái Да твилатенько такая, да твилатенько Ух ты, какая грязь, а сейчас мы здесь делаем, нет, делать точно не нужно вернуть Во время купания Блэки вел себя очень спокойно, наверное понял, что ему уже ничего не угрожает Немного возмущался, когда мыли ему мордочку и отмывали глаза, но это не страшно После купания высушили, повыбирали оставшихся паразитов, намазали глазки мазью Один глаз, на месте, второй глаз, на месте, блоха повязала, но мы ее сейчас поймаем Ох ты, подлая Глаза, если двигаются, слава Мы недолго его держали в шампуне, поэтому блохи Бегет Слушай, глаза на редкость чистые, знаешь, не это самое Все нормально, намажем сейчас сантиметром, может даже капли не понадобится Все Раскрытие Какое чудо природы Вытираю Глаза есть, это самое главное А то, что худой, не страшно, кости есть, мясо нарастет Хрусти, да, все Это тот, который дикий Ты поняла, это тот, который Ты там еще видим, может мы услышим, как хрусти Хрусти так, что я аж трясусь Все Все хорошо Сейчас у тебя будет чуть-чуть расслышь, но ничего страшного Лучше, чем то, что было Мы поместили малыша в манеж, в котором поставили лоток с песком, воду, еду и место, где спать Малыш был чистый, сытый, в теплом домике Котенок был очень худой, но это дело поправимое Будет кушать нормальную еду и все будет хорошо Так закончился первый день малыша по имени Блэки Я помню тот день, я помню, как мы радовались, что у малыша есть глазки и с глазами все в порядке Но мы даже не представляли, что будет дальше Что самое сложное еще впереди На следующий день малыш хорошо кушал, что не могло меня не радовать Было видно, что он начинает привыкать к новой обстановке Единственное, что меня немного смущало, то, что он много пил Но как бы мне так показалось, что долго не отходил от миски Я подумал, нужно за ним понаблюдать Самое главное, что настроение у него было хорошее Он просился выйти из манежа и просился на ручки Любовь, это любой, и ты любой Любовь, и ты любой, и ты любой Такой вот, жалкий О, смотри, смотри Или я у него как щетка, знаешь, от меня Лицо И ты любой Вот Глаза на месте, самая главная Ходная Как на балансе, потому что мне говорят Брум-брум-брум-брум-брум Ну, о, что делается, боль Да нет проблем Вы обращайтесь Брум-брум-брум-брум-брум Или одни ребра Одни ребра Одни ребра Что-то у тебя блохи там ели, я не упалю Вот здесь Вот здесь Вот здесь Вот здесь Ну да К ночи малыш отказался от еды С трудом оговорили его немного покушать Утром у котенка был жидкий стул Малыш отказался кушать и был очень вялым Я позвонил к доктору и договорился приехать показать малыша Было понятно, что что-то не так, что что-то происходит Малышу становилось все хуже и хуже Я сейчас везу малыша Блоке к доктору Что-то он как-то очень вяло себя чувствует Ест очень-очень вяло Вчера давали ему еду, вечером он мало поел Что-то ему мешает В общем, сейчас привезу к доктору, посмотрим Ну и заодно пусть сделает общее обследование такое что и как Какой-то он вялый И мало того, что он сам по себе такой худой Непонятно, что он там Сколько времени он там жил в этих кустах За этой остановкой И что он там ел В общем, вроде поначалу он начал кушать нормально А сейчас что-то ему нехорошо Ну прям видно, что ему нехорошо Поэтому везу его к доктору Но все будет нормально Он там сидит Я его Прям в его домике Положил в переноску И Едем Уже почти приехали Идем Опа Температура у него в пределах нормы Температура у него в пределах нормы Не меньше тридцать восемь? Тридцать восемь Тридцать восемь Потому что температура вроде у него Вроде Первый день он хорошо ел Он уже ел консервы Влажный корм Только влажный корм Ротовая полость у него здоровая Никаких язвочек не вижу Глазки тоже Ушки тоже были очень чистые Рвоты не было? Нет То есть только диарею поносил, да? Нет Он же в этих тоже мягенькие он Глаз не было вообще Я думал вообще глаз нет Но отмыли его У него было такое счастье вообще Глазки здоровые. Глазки здоровые. Абсолютно. У него энтерит. Энтерит. Тот, кто когда-то сталкивался с этой болезнью, знает, что вылечить маленького котенка практически невозможно. Большинство котят погибают от этого вируса в течение 10 дней. Шансов очень мало. Особенно у котенка, который вчера был с улицы, у которого одна кожа до кости. У Блэйки нет даже минимального запаса веса. Болезнь развивается от 3 до 10 дней, после чего состояние животное резко ухудшается. Повышается температура, дальше становится еще хуже. Отказ от еды, животное не может пить самостоятельно. У малыша Блэйки температура была в норме. Есть большая вероятность, что мы вовремя привезли котенка к доктору и начали лечение с самого начала. Ты красавец, красавец. Ты красавец, Блэйки? Блэйки. Ты красавец. Все будет хорошо. Что, знаешь, доктор? Доктор хороший. Сиди, 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 сиди. Куда у вас кровать на все? Мурчу. Нет, очень хорошая. Идет себя очень хорошая. Доктор не придется? Нет. Доктор Роберт всегда поддерживает, даже при очень сложных случаях. Всегда говорит, что все будет хорошо, мы справимся. Это тоже очень важно. Доктор поставил капельницу, сделал укол и дал лекарство для продолжения лечения дома. Я думал о том, как мне повезло в тот день, что я проехал мимо этой автобусной остановки. Страшно представить, что было бы с малышом, если бы он остался в этих кустах еще несколько дней. Сейчас у малыша есть шанс. Конечно, этот вирус очень сложный и очень опасный для маленького котенка. Но мы сделаем все возможное, чтобы вылечить малыша. Умнется, молодец. Все, все, все. Все, все, все. Все будет хорошо с ним. Выглядит хорошо. Бодренький. Активненький. Так, теперь по поводу лечения дома. 0,2 мл. Дважды в день. Завтрашнее утро, потому что сегодня получил в инъекции. От 5 до 7 дней. Зависит от его состояния. Да, как только начнет формироваться стул, пару дней и можно уже прекратить. Но минимум 5-7. Но мы будем на связи решать. Так, я сейчас... Могу брать? Да, я дам шприц. Да, дам не вот маленький. Вот эти, да, на 11 сетях. Они очень удобны. 0,2. Хранит в холодильнике. Перед применением взболтать. В общем, фу. У-ка, сделали укул антибиотик. Антибиотика. Раствор под кожу, потому что был обезвожен. Вчера утром он пил нормально, вечером уже надо было ему заливать. И вот, в принципе, из-за этого мы уже и сполошились, потому что что-то не то. Все, надо давать антибиотики. Дал антибиотики в сиропе. Надо давать их в течение пяти дней и кормить специальной едой. Специальной едой. Вот я купил консервы. Все, по идее, сегодня уже антибиотики не давать. Давай только с завтрашнего дня. Два раза, утром и вечером. Дал их в сиропе. Все, сказал доктор, что завтра вроде как должно быть уже получше к вечеру. Все, хороший кот такой. Ну, все будет нормально. Все будет хорошо. Едем. Мы вернулись домой. Малыш Блэки немного поел. Было видно, что ему становится лучше после капельницы и укола. Он спал в своем домике, конвертике почти целый день. С небольшими перерывами на туалет и на покушать. Давай выходи. Девядь, мой кусочек. Все хорошо? Мучка. Я был рад, что малышу становится лучше. Лекарство, которое назначил доктор, нужно было давать с завтрашнего дня. Мы давали малышу лекарство два раза в день и кормили специальной едой. Я видел небольшое улучшение в его настроении. Котенок в таком возрасте очень быстро растет. Растет каждый день. Он каждый день должен набирать вес. Должен набирать вес не только за счет того, что его косточки растут, а за счет того, что появляются мышцы. Мы следили за ним, как он ест и сколько пьет. В такой ситуации важен каждый день. Добавься. Не надо. Добавься. Никуда, пожалуйста. Иди сюда. Давай, кушечка. Мы следили за весом. Котенок Блэки набирал вес очень медленно. Было видно, что он становится больше, но он был такой же худенький, как и раньше. Блэки, ну что там? Что ты там чухаешься? У тебя нет блох. У тебя откола чешется? Ничего пройдет. Нет, вот он мой мальчик. Прошло больше недели с того момента, как мы забрали малыша Блэки с улицы. За один день ему опять стало плохо. Опять жидкий стул, он опять отказался кушать. В общем, я опять везу его к доктору. Это малыш Блэки. И сегодня мы его везем к доктору. У него есть инфекция в желудке. Мы даем ему антибиотики. Ему сделали капельницу в первый день. И он потихонечку начинает отъедаться, но очень медленно. Вроде как было хорошо, сейчас стало опять хуже. Ну, мне так кажется. Впереди выходные, и я не хочу остаться на выходных без доктора. Поэтому позвонили, сказали, что приедем. Он сказал, приезжайте. Ну, что такое? Я сказал, приезжайте. Я вот везем его к доктору. Гладно красавчик. Он такой красивый будет, это все. Он и сейчас красивый, он такой пушистый. Ему надо просто, чтобы он немного отъелся. Все, вот хорошо. Да? Едем. Все ли у него понятно? Хорошо во рту. Потому что он плохо ест. Нет, родовая полость норни, никаких язвочек, зубки у него хорошие. Все, мол, точно. Лимфа. Да, худенький, конечно. Это из-за обезвоживания, диарея постоянная. Его нужно... Больше давать вода ему? Я ему сейчас дам подкозные инъекции, немножко декстрозы дам, он тоже подниму. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. И температура в норме 38. Все, 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 все. Заливать больше воды руками? Да. У него бывает иногда сформированный стол или постоянно? Бывает. У него было тогда, когда после укола он поел, было хорошо, а потом в какой-то момент... Вообще после Айди было хорошо, но он отказывается Айди есть. Значит так, здесь, да, то, о чем я говорил, нужно поднять дозировку. Мы тогда рассчитывали на 300, даже если от 5 до 10 миллиграмм, все равно пограничное ему нужно дать на его вес. Так, давайте сейчас я его сделаю. Ой, сейчас буду очень пьяного ребенка. И, Роберт, ты колешь его сразу уже этим самым? Конечно, обязательно. Обязательно. Сейчас я... Это когда нам останется 6 дней, да? Да. Единственное, это... Ну, все, ну, все, ты молодец. Ты молодец, ты молодец. Все, 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 все. Ой, ты хрикливый какой-ой. Сейчас, секундочку. Все, 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 все. Все, 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 все. Чего ты? Чего ты? Чего ты разошел? Ну, неприятно. У меня все дело. На фоне. Тихо, тихо. Еще раз и... Всегда после доктора, после капельницы были улучшения. Но проходил день-два и опять становилось хуже. Дал нам новое лекарство. Дал нам еще 5 уколов. На следующие 5 дней сделал ему укол антибиотика и влил ему под кожу разных витаминов и жидкости. В общем, разных полезностей. Все будет хорошо. Сейчас поколем ему антибиотики и все пройдет. 5 дней еще. Ну, в общем, едем обратно. Малыш отказывался кушать. Мы разводили специальную еду с водичкой и кормили со шприца. Кушал он очень плохо, поэтому приходилось его кормить. Малыш начинал терять весик каждый день. Я не могу вам передать свое состояние. Вика сидела иногда по часу и по чуть-чуть скармливала ему лечебную еду. У нас просто не было другого выбора. Для того, чтобы от уколов был хоть какой-то толк, он должен был пушить. По-другому у малыша не было никаких шансов. Уколы и лечебная еда – это самое главное, чтобы победить эту очень опасную болезнь. Все, 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 все. Прости, прости, прости. Прости. Мне меньше всего нравится в этом деле. На двенадцатый день утром малыш перестал вставать. Опять жидкий стул, опять вышла вся жидкость из организма. Я с ужасом вспоминаю этот день. Мы собрались и срочно поехали к доктору. Приехали к доктору и сразу подключили Блэке к кислороду. Котенку было очень плохо. Я старался не думать о плохом. Я смотрел, как Вика держала кислородную маску на маленькой мордочке. Малыш Блэке лежал с закрытыми глазами. Я думал о жизни. Я думал о том, что это маленькое существо увидело в своей жизни. Только боль и разочарование. И за что ему все это? Почему так происходит? Я старался гнать от себя плохие мысли. Но я видел и понимал, что все очень плохо. Я знал, что очень сложно вылечить маленького котенка от этой заразы. Я знал это с самого начала. Прошло 15 минут. Малыш Блэке стал потихоньку приходить в себя. Он открыл глаза. Даже попытался вылезти из кислородной маски. Мы все очень радовались тогда. Я помню, еще подумал про себя. Ничего, мы еще поборемся. Доктор сказал, что мы сделали все возможное. И теперь все зависит только от него. Сейчас, вспоминая эти события, я понимаю, что это был тот самый переломный момент. Мы все так хотели, чтобы он поправился. Я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Малыш Блэке начал потихоньку выздоравливать. Он все так же ел без аппетита. Его приходилось докармливать и поить водичкой. Но ему становилось лучше с каждым днем. И это было видно. Он потихоньку набирал вес. Конечно, не так быстро, как хотелось. Но все равно это не могло у нас не радовать. Теперь все будет хорошо. Так, берешь, смотри, лапы. Не, не попадаю. О, вот так. Давай сам, еще раз. Лапы. Давай сам. Субтитры сделал DimaTorzok а а а Прошло 18 дней с того момента, как мы забрали котенка Блэки с улицы. Малыш просто маленький герой. Он смог победить эту смертельную болезнь. Я боялся говорить, что все уже хорошо. Я боялся, что вдруг опять станет хуже. Мы повезли малыша Блэки на очередную проверку к доктору. Это Блэки. Ну или как в простонародье его зовут Нафаня. Он больше похож на Нафаню. Мы едем к доктору. Мы ему лучше. И я уже правда... Я уже правда боюсь радоваться, честно говоря. А то у него был лучше, потом опять с нами схожий. Но сейчас вроде все нормально. Он набирает вес потихонечку. Медленно-медленно он набирает. И он очень хороший. Вот тут летит. Нафаня. Блэки. Скажи, я не Блэки, я Нафаня. Что мне придумали Блэки? Нафаня больше подходит. Такой домовенок. Да? Нафаня. Такой дом-канчет. Такой дом. Чем порадуете? Я уже боюсь говорить. Сурфа-Девля Ксен все-таки помог. Да, но я сегодня уже не давала, и я хотела бы, чтобы вы мне сказали, может, все-таки надо еще, потому что он, не могу сказать, что он, ну, во-первых, вес у нас уже с 540 до, сейчас мы с 594, ну, он уже получше, конечно, смотрите. Он уже сам воду пьет. Да, сейчас уже он получше выглядит. Самостоятельно пьет воду? Да. Он пьет сам. А по поводу еды? Все, он кормит еще? И шприца? Не-не, я и шприца докармливаю, он сам ест тоже, но мне не нравится, что он мало ест. Скажите, стул регулярный? Стул регулярный. Вот сегодня ночью был один, и утром были такие вот коричневые. Когда вы обратили внимание, что стул уже начинает формироваться? На четвертый день где-то. На четвертый день после приема сульсинпетксина. Помог, да, Руберт? Ну мы должны же продолжать еще. Он был настолько безбожен. Мы же должны еще продолжать. Я сейчас посмотрю. Смотрите, если вы говорите, что на четвертый день его и нельзя, скажем, этот человек… Сколько в общей сложности я сейчас проверю? Семь дней. Семь дней сегодня. Вчера. Вчера. Да. То есть сегодня, я думаю, до десяти дней нужно будет все-таки ход полностью. Температура хорошая – 38,5. Нормальная температура. Нормальная температура тела. Я хочу его послушать. Слезистый, красивый, розовенький, глазки здоровые, чистенькие. Он выглядит намного лучше. Уже, скажем так… Слава Богу. А то был совсем слабенький. Да? Да. И шерсть у него выглядит лучше. Вы можете почитать, как он будет пушистик? Да, пушистик. Красивый, черный, пушистик. Это белый медик. Видишь? Ну, все еще он, видите? Да. Ему нужно набрать вес. Он должен, ну, скажем, где-то хотя бы грамм 800. Его вес должен составлять. 700-800. А он… Сколько ему сейчас по возрасту вы думаете? Два месяца точно. Может быть, из-за того, что он отстает в развитии. Вот. Выглядит. И зубки тоже у него. Но два – точно. Для двухмесячного котенка он должен, конечно, выглядеть. Быть крупнее. И вес должен быть у него. Не, ну, по размеру он нормальный. Ему надо просто… Набрать массу. Массу набрать? Ты почему массу не набрать? Ты зажал, что доктор сказал? Все. Ну, мы только иди его кормим. Да, вы его взвешите. Утром взвешивала 594 грамма. 594. Окей. Ну, 40 грамм набрал. Да. Очень хорошо. Значит так. Наши дальнейшие действия… Нужно было продолжать давать лекарства еще несколько дней и следить за весом. Блэки все выдержал. Сейчас остается только кушать и набирать вес. Могу сказать, что для нас это было совсем непросто. Очень тяжело было видеть, как малышу становится плохо. Но самое главное – никогда не опускать руки. И все обязательно получится. Следующий месяц малыш набирал вес и превращался в очень красивого кота. Просто шикарного кота с очень пушистым хвостом. Малыш набрал нужный вес и был абсолютно здоров. Теперь пришло время начинать искать ему новый дом. Мы, как всегда, сделали несколько хороших фото, составили объявления о пристройстве и опубликовали по разным группам в социальных сетях. Знаете, всегда особенно сложно найти дом для найденыша, который сильно болел. Это очень сложно просто потому, что ты очень сильно к нему привыкаешь. Хочется, чтобы он попал в идеальный дом, к самым лучшим людям на свете. Но не переживайте, как я сказал с самого начала, все закончилось хорошо. Мы нашли идеальную семью для Блэки. Вернее, они нашли его, своего Блэки, которого мы называли Нафаня. Очень хорошая семья, очень добрые, настоящие люди. У них есть кошка и собака, поэтому у Нафани есть теперь ушатые друзья, с которыми можно беситься. А еще у них дома есть аквариум с рыбками. И теперь это его любимое место. Ребята не стали менять ему имя, так и оставили Нафаня. Хотя иногда они его зовут Нафанаил. В общем, за Блэки Нафаню теперь можно не переживать. С ним все будет хорошо. Сегодня мы везем Блэки в новый дом. Ну, который в простонародье Нафаня. Ему почему-то больше подходит. Мне кажется, что ему больше подходит Нафаня. Но вообще он изначально был Блэки. В общем, Нафаня. Везем его в новый дом. Ехать нам очень долго. Ехать нам два часа. Иди ко мне. Это самый ласковый кот в мире. Самый ласковый. Вот он. Он такой ласковый. И берешь на руки, он сразу начинает урчать. Нафанька, слушай меня внимательно. Солнце мое. Значит так. Едешь в новый дом. Смотри на меня, слушай внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушай, сама мою папу. Быть хорошим котиком. Ну, ты в принципе... Не в принципе ты и так хороший котик. Вот этот красавчик какой стал. Вот он. Нафанька моя. Все. Не нравится камера нам. Нам камера не нравится. Все. Едем на новый дом. Ася. Нафанька. Привет малышку. Ты красавчик. Все. И урчит. Едем на новый мама и папа. Очень ласковый кот. Сразу на руках начинает урчать. Кому-то повезло. Все. Но они очень хорошие ребята. У них есть собака. Хохластенькая. И еще кошка-девочка. И в общем очень хорошие люди. Все вот хорошо. Все едем. Я очень рад за него. Они замечательные люди. Малышу очень повезло. Хочу сказать огромное спасибо ребятам за то, что они заботятся о малыше. Я знаю, что теперь малыш в полной безопасности. Спасибо вам огромное. Вот так закончилась эта история. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok